Доброго времени суток, уважаемые пользователи канала Magic Box! С вами сегодня Magic Device и Bertie Smile И новиночка на PlayStation 4, на Xbox One она выходила Но на данный момент у нас будет тест-драйв именно на консоли PlayStation 4 Dark Souls 3 Да, темные души 3 Знаем, что данная игра вышла также и на персональных компьютерах Да, совершенно верно Ну, собственно, тестим на PlayStation 4 в данный момент Ну, игра полностью на русском языке Вот, сразу, уже сразу, да, мы, грубо говоря, такие нюансы самые важные говорим Полностью локализованные, да? Вот, ну, RPG, да, у нас или что-то более круче Ну, мы знаем, что это экшен Ну, это, скорее всего, экшен-RPG Я не знаю, как ее еще характеризовать можно, да? С таким более открытым миром Знаем, что эта игра более позиционируется, как какая-то более хардкорная игра Кстати, мы с тобой до, перед тем, как делать тест-драйв, да, мы с тобой разговаривали на эту тему Насколько ты мне сказал, что теперь это другой движок, да? Третья часть Ну, я, к сожалению, не знаю, не могу точно вам сказать Или создатели другие Какой? Нет, создатели From Software Все те же самые Плюс сам Миядзаки поучаствовал в разработке этой игры, да? Что-то я не могу понять, почему все мертвые Значит, нам нужно сделать то, что чаще всего делается в этой игре Вы погибли Вы погибли Ну, по крайней мере, сразу же такое позитивное начало тест-драйв Мы сразу показали, что не нужно, разбежавшись, прыгнуть со скалы, да? И в эти облака упасть Соответственно, ты говорил, что у нас что-то связано с Bloodborne, да? Да, эта игра по такой графике больше похожа на Bloodborne, чем на предыдущей части Dark Souls'а Что-то было слышно? Экшены больше добавили? Она стала более быстрая, как мне показалось По играбельности Сейчас посмотрим, как происходят бои Многие любители По сравнению со второй и первой частью битвы стали более такими быстрыми Ну и графика, в принципе, хотя у нас вот... Да, довольно приятная, конечно, нельзя сказать Этот телевизор не очень большой, но тем не менее На большом экране она выглядит немножко похуже Но уж ладно, это мелочи Мы знаем, что в принципе в этих играх графонии особо не завозят Но графонии не основная часть этой... Ё-моё, как он подкрался? Но тем не менее, те же новости я читал Я не помню, по стилю мы их не постили Но огромное количество копий уже продано для PC Просто там безумная популярность идёт, спрос на всё это И многие именно поклонники этого жанра ждали эту часть И, ну, как бы, да, посмотрите, отвесные скалы Ну понятно, средневековое здесь будет ждать огромное количество магии Огромное количество оружия, огромное количество монстров, врагов и, конечно же, боссы Мы знаем, что это такое средневековое фэнтези, мрачное Собственно, насчёт сюжета особо заморачиваться не стали Мы, насколько помним, в первой и второй части у нас умирал мир Потому что огонь, который питает этот мир Ну, я не буду вдаваться в подробности Те, кто играл, те знают, что он угасает И вы, собственно, избранный, который должен вновь зажечь, пробудить этот огонь Здесь всё то же самое Короче, добро со злом, короче, да? Вечная война Нету какого-то зла, наверное, нету какого-то добра Да Обычная девочка в виде саблезубового тигра ходит по зелёной яркой поляне И собирает невинные цветочки Да, собственно, я начал играть за глашатая А, то есть здесь есть выбор тоже, да? Конечно, на самом начале То есть этот персонаж может творить чудеса Какие-то, вот, к примеру, у меня есть колокольчик или как он называется А можно миллион долларов? Инвентарь, то есть в инвентаре это называется Чёрный кристалл Да, Володя так сразу, так невзначай перешёл и показал нам, кстати, немало важные Да, вот все вот эти инвентарь То есть талисман позволяет творить чудеса И в данном случае чудеса лечения У нас есть, как обычно, фляга с эстусом, которая даётся в самом начале Какая-то пепельная фляга с эстусом Я её нашёл, я не знаю, что она делает В целом всё абсолютно то же самое, что вы видели в первой-второй части В Демон Соулс Частично в Блудбор, наверное То есть велосипед не стали изобретать? Конечно, взяли всё то же самое, что было Можно сказать, что всё, что было лучше в этих частях, в этих сериях А, всё самое лучшее, да? И добавили, может быть, что-то ещё Кстати, если вы заметите В этой части у нас теперь как в Dark Souls А как в Демон Соулс Магия использует ману То есть мы помним, что в первой-второй части У нас использовали как... Для... Магия была конечная, да? То есть определённое количество Да, 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 да Оба-дам! Вот он, меч в камне-то Я так не понял, это господи Мы сразу на боссы нарвались Смотрите, в начале тест-драйв это как нам весело Сначала умерли, потом босс может... Но это самое начало игры Я тебе сказал, не трогай железячки, которые торчат вообще непонятно из кого Зачем ты выдёргивал? Посмотрите, что теперь творится-то Всё? Ты ж ё-моё Сразу интимный вопрос, ты памперс взял? Так, ну вот, давайте флягу с эссосом выпьему Ну зато... Уважаемых пользователей будут посмотреть Что у меня как-то в планах не было, была драка с боссами В начале, на первых минутах, можно сказать, да Ну а как ты хотел? Посмотрим, всё довольно быстро Ну и красиво, посмотри какие Я могу сказать, что... Я не прошёл первую часть, я её начал проходить только недавно Потому что моё знакомство с Dark Souls началось с момента, когда умерла моя PlayStation 3 То есть я особо не смог поиграть Ну красиво, смотри Да, соответственно, я прошёл Demon's Souls, Dark Souls 2 на PlayStation 4 и Bloodborne И могу сказать, что мне игра нравится Да-да-да, помнишь, мы, кстати, делали тест-драйв Bloodborne и не так всё было весело Мы даже там что-то заскучали, а здесь прям сразу зажгли Ну в Bloodborne не там заскучать, потому что совсем другая механика Ну да-да-да Я даже отвлекаться не могу Ну не отвлекайся Рули, рули, а мы тебе поможем Мы за тебя переживаем, все наши пользователи тоже Давайте поддержим Уж извините меня за краборукость Да, потому что говорить, рассказывать, да ещё включать мозги, да ещё и пить Пить какие-то пузырьки, махать мечом и уворачиваться вот от этого к громилы Это очень сложно, поверьте Давайте посмотрим, что делает фляга Пепельная Ничего, отлично А, наверное, она восстанавливает ману А, ману синего цвета, конечно Ну что ж, давайте тогда применим Кинем ему в лицо карты Ой-ой-ой-ой-ой Закрой ему Видимость Опасный момент Да Удар поворотом, да Ну, мы знаем, что, как в любой из Dark Souls'ах, можно при наличии интернета призвать товарищей, которые помогут Блин, я, скорее всего, не смогу этого босса убить А ладно, мы верим, ты давай Давай, что-то Не, я не смогу, потому что тут и сказываются некоторые моменты, как употребление... Маны Маны Огромного количества маны, да, и так далее Ну, по крайней мере, вы посмотрели, да, потому что ребят, действительно, не... Я что-то как-то даже не понял, что это босс У нас не было никакого тумана, как обычно, да, то есть, ты заходишь в туман, на вас, растается босс, а тут подошел к какому-то телу, выдернул из него что-то и, собственно, появился босс, который тут же порвал нас к чертям Ну что, ты думаешь, что мы сейчас на него опять выходим или что? Ну, давайте, кстати, на счет возле костра можно только оставить, то есть, ни прокачки я пока не увидел Это сохранение или что? Напомню, что это начало игры То есть, ты заново, что ли, пошел? Естественно Каждая смерть приносит вам откат полный к... Вообще к началу уровня или есть какие-то... К ближайшему костру А, костру, то есть, это тот же, грубо говоря, сохраняющий, да, пункт сохранения Да, то есть, мы резкнемся прямо возле костра последнего Вот, кстати, туман появился Ну, значит, ты сейчас опять к боссу подойдешь, и мы сделаем паузу, и ты покажешь, покажем уже, как ты его, грубо говоря, победил, да? Ну да, я думаю, нет смысла показывать, как я 300 раз умру на этом боссе Да, но, по крайней мере, мы показали, а теперь, да, кто-то порадовался, кто-то нас простил, потому что это реально трудно, ребята, первый раз, можно сказать, взяли джойстик в руки, вот, поэтому вы уже сами там будете, да, мы же не прохождение делаем, а тест-драйв По сравнению, кстати, стало более как-то удобно, как мне кажется, да, то есть, какие-то новые вещи появились Ну, огромное количество всяких вообще Насколько я знаю, появилась возможность создавать свои собственные костры, но я, к сожалению, не могу ее продемонстрировать, потому что я ее запускаю просто во второй раз То есть я... Игру, да? Да, второй раз, первый раз я просто создал персонажей и побегал вокруг первого костра Второй раз, вот, собственно, сейчас запускаем Ну, ладно, давайте, впереди будет битва с боссом, и после сражения с боссом мы продолжим Ну, да, или бы, либо концовку мы вам продемонстрируем, да, сейчас Поехали 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 Ну и вот, короче, уважаемые пользователи, после второго раза похода на этого босса, собственно, я его смог убить. Как видим, у него есть вторая форма, я этого не ожидал. Наследник огня повержен. То есть, прямо как в Блудборне, да, у боссов есть вторая форма. Я не помню, насколько в Demon's Souls'е, в Dark Souls'е, в предыдущей час была вторая форма, но когда, собственно, этот босс превратился в какую-то ересь непонятную, я прямо испугался. Ну, собственно, босс несложный. Сложность первой попытки его убить заключалась в том, что нам приходилось еще и вести диалог, то есть Да, как мы и сказали, то есть диалог и одно, второе, третье, понятно. Ну, в целом, если вы играли в предыдущей части, то ничего сложного здесь не возникнет. И можно сказать, сразу такой итог небольшой, для начала неплохо. Для начала неплохо. Да, то есть тебе сразу не дали заскучать в игре, и это большой плюс. Ну, соответственно, мы вам показали, как мы умерли, когда мы отвлекались, потом уже как он выглядел после того, как он перевоплотился, вообще непонятно, смесь динозавров с каким-то головастиком гигантским. Ну и, соответственно, третий вот такой переход. Вы посмотрели, как все-таки он умирает. Ну, команда MagicBog все-таки победила этого зародыша, головастика гигантского. Ну и продолжаем свой путь. Скалистые берега, вот такие отвесные скалы, да, все очень такое что-то а-ля путь к Мордору, да, там, замку, да. Прям Мордор, Мордор. Да, короче. Ну, насколько я знаю, здесь вернулись к Demon's Souls и Dark Souls 2. То есть здесь должна быть что-то типа какого-то места, куда ты можешь возвращаться, где ты можешь совершать прокачку. В Demon's Souls это был Nexus, Dark Souls 2 Манджула, вроде так, да. Но мы пока до нее не добрались. Кстати, в отличие от предыдущих частей, в начале самом вам не придется бегать, там, чуть ли не с обломком меча и, встретив первого босса, сразу же на нем сдохнуть. То есть тут изначально вы сразу же бежите, валите мобов. С первого босса, то есть более так, экшеновский сделан, да. С элементами экшена. Кринзенца огня, вот она. Ну вот девчонка нормальная пришла наконец-то, а то все какие-то динозавры, зародыши. Да, новость. Она объясняет нам сюжет, то есть имеются, сколько-то там в начальной заставке показали, то ли четверо, то ли пятеро, я точно не помню, каких-то пепельных лордов или еще каких-то непонятных существ, которых нам нужно вернуть на троны, чтобы мир спасти. Ну, вроде так. Дала нам буклетики рекламные, чтобы мы почитали, пока бегаем все равно-то. Так, ну вот, собственно, прокачка, как обычно, да. То есть, в общем, большой такой список, да. Ученый, стойкость, да. Если вы воин, развиваем физическую, физическая мощь, что это такое? Я, к сожалению, не знаю. А, ну, сразу с тем он видишь, визуально подсказывает. А, вот справка. Пояснение. Ну, справку тебе дают о том, что ты, у тебя с мощью все нормально. Физическая мощь – одна из характеристик, появляющая физическую защиту. Так, ну, вот видим, что у нас появилась какая-то физическая мощь. Я думал, что это сила, а это, оказывается, не сила. Ну, ладно, я понял. Давайте вкачаем, ловкость вкачаем, жизненную силу уже не вкачаем, ну, хрен. Ну, что-нибудь вкачаем. Что не вкачаем. Так, поговорим. Это она, тебе так понял, вкачивать. Тут, кстати, уже мы не полые, а не горящие, как я понял. Или как-то так. Штаны горят. То есть, тот, кто не горит. А, вроде так. Короче, у нас… Смотрите, сразу же какие-то… Противопожарный костюм такой от огня защищает. Это… В общем, мы прибежали в какой-то храм. Это security, который… Храм огня. Тысячу лет сидит, блин, на входе. Тут же сразу же мы встретили кузнеца. Кузнец тоже не один год просидел видать. Я уже не помню, он похож на всех предыдущих кузнецов из Dark Souls 1 и Dark Souls 2. Я не помню. Это все те же. Это все тот же. Все тот же. Зачем нового? То есть, мы сразу же, в самом начале игры, победив первого босса, можем начать укреплять наше оружие, закаливать, чинить и так далее. Ну, я думаю, это еще такая своеобразная обучалка. А это, судя по всему, новая фишка. То есть, у нас имеются фляги с эстусом для пополнения маны и для пополнения здоровья. Соответственно, мы можем распределить, что мы хотим. Ну, давайте… А, что тем больше важнее, да? Ой, нет, я не воин. Какие? Непонятно кто. Укрепить флягу с эстусом. Осколок эстуса отсутствует. То есть, этих больше, этих меньше ты можешь выбрать, да? Да, то есть, больше пепельных, больше обычных. Вот так вот. Ну, меня все-таки порадовало, что вначале прям такой босс, и вот это показывается прокачка оружия, и все. То есть, можно, опять же, по крайней мере… Да, для нас прокачка, как обычно, при помощи титанита. Схема абсолютно та же самая. Вы бегаете, убиваете монстров, из них добываются души. За души вы покупаете либо… прокачиваете либо характеристики ваши, либо покупаете снаряжение, оружие, доспехи. Как я понял, из обзоров в этой части доспехи улучшать нельзя. Зато можно качать, ну, как обычно, оружие, да? При помощи титанита. Ну, вот открытые такие, да, пространства достаточно впечатляюще смотрятся. Больше похоже, наверное, на первую. Все области, все локации соединены между собой. Не как во второй части, да, когда все локации какие-то отдельные, там просто перемещение между кострами. Значит, здесь можно добежать из одной локации в другую. Так, ну, я предлагаю пока сделать нашу паузу. Да, мы сейчас посмотрим, что еще нас впереди ожидает. Да, конечно, одна значит. И так, в общем, мы в храме огня разожгли. Можно продолжать изучать мир Dark Souls 3. У этого огня мы можем, как видите, куда-то отправиться, на высокую стену Лотрика, выучить заклинания. Особо у нас их нет, да? Нанести порядок в ящике. Это я не знаю, что... А, ну, перекинуть какие-то вещи в ящик, да? Ну, то есть, грубо говоря, это так называемая универсальная точка. Это тебе и телепорт, и уборщица в твоем ящике. Горячий осколок кости сжечь. Так, ну, это, наверное, повысит сложность. Нам надо переместиться. Да, ну, давайте перемещаемся на стену Лотрика. Да. И побегаем там, посмотрим, что. Да, или со стены Лотрика надо сбросить, чтобы я хорошо вел. Ну, посмотрим. Сейчас идет загрузочка. Я наверняка думаю, что будет новая локация какая-то, что-то красивое там, да. Мы уже все хлопаем в ладоши. Здесь текста пока можно, пока вы скучаете почитать, да. Кто не знает русского, можно. Ну, вот. Вот такой люк Скайуокер. Переместились, правда, тут-то. Почему-то я не наблюдаю костра. Ну, ладно. Костер был там, а здесь. К примеру, во второй части можно было перемещаться между кострами. Ну, посмотрим, может быть все впереди, да. Ну, вот здесь смотри, шикарно, высокая стена. Да, это действительно напоминает замок Драгнил какой-то, да. Красиво, красиво. Классно сделано. Готика во всем. Готика, да. Вот вообще. А вот он и костер. Вот, да, кстати. По твоим заявкам, посмотри, как разработчики-то быстро делают все. А люди как туча. Да, все здесь сохранился. Напоминаю вам, что костер это именно контрольная точка, чтобы заново именно начать с этого места. А убить-то вас, желающих, очень много, уважаемые мои. Если я не ошибаюсь, этот момент был на Игромире. Да. Точно, 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 точно. Я припомнил эту тему. Да. То есть, именно вот это вот было в демке. Но я точно не могу сказать. Потому что там так получилось, что мне особо не дали поиграть. Я так и не понял, кто меня там сзади засадил. Ты начинаешь. Нас дети смотрят, а ты уже не знаешь, кто тебя засадил сзади. Ой-ой-ой. Тут кто-то не очень хороший выпустил у меня стрелу. Я, к сожалению, не знаю кто. Да здесь такой видок вообще всего, что вокруг тебя. Такое ощущение, что здесь только одни нехорошие. О! Вот он, красавчик-то. Ну, кстати, если зажать... Ой. Если зажать R2, то мы увидим усиленную атаку. Ну, давай, мочи его. Вот. А то у него секир-то большая. И, кстати, вот кровища льется, прям как в Dark Souls. Откатываешься классно, да. Как в Bloodborne. Не, ну классно. Эффектно, эффектно сделал. О! Браток-то подогнался сразу на помощь, да. Быстро меня развели. Вот. В этом, собственно, и Dark Souls, да? Да. В этом, собственно, и Dark Souls. И лишний раз сейчас предыдущая сцена показала и доказала... Что нужно быть предельно внимательным. Да. Не только флакончики-то попивать. Вот. Боярышник-то он-то хорошая вещь, но не так часто-то. Вот. Можно и сабелькой махать. А то и нужно. Поэтому, уважаемые пользователи, не отвлекайтесь и будьте бдительны. Здесь и собачки, здесь и, видите, статуи гарнистов. Они тоже оживают, как в старые добрые времена. Кто помнит пионерский лагерь, да. Кто не помнит, посмотрите в Википедии. Там хлама этого полно. Ну и вот сейчас чувствуется, Володя опять загандошит. Можно сказать, так ласково. Ой, ё-моё, как я не люблю этот автор прицел, блин. Кувыркаешься. Да. Зелёная душа. Ну а что? Нервная схватка приходится пить постоянно. Боярышник. Что же делать-то? Облепиховое масло тоже неплохо. Что же там за такой нехороший человек? А вот он стреляет. Смотри. Кстати, возле Храма Огня бродит интересный, ну зову его полым, да. Я не знаю, как ещё его назвать. Какой-то скелетон гигантский. Опять замочили, да? Да, опять замочили. Вот такая наша нелёгкая работа. С интересной катаной. Если верите интернету, сведениям из интернета, убив его, вы получите Учигатану. Но... Но убить его просто практически нереально. Да нет, его реально убить. Не, ну реально там надо дрочить, знаешь, что такое простое. Но главное, просто в данный момент мы просто записываем геймплей, да. Да. Чтобы вы видели... Уже третий кадр. ...как игра эта выглядит, что из себя представляет. А мозоли на руках натирать уже будете вы на джойстике на своём. Да. Сколько раз, да. И чтобы получить. Но... Сейчас если он умрет третий раз, я нажму на паузу. Потому что мои нервы уже не выдерживают. Какой нехоро... Я так не пойму, откуда он, собственно, вылез. А он у тебя за спиной всегда сидит. Тут нужно быть очень внимательным. Кстати, в этой части очень много мимиков. Те, кто не играют, скажу, что это сундуки, которые... Ну, это монстры, которые выглядят как сундуки. Если вы их откроете, они вас сожрут. Те, кто играл, тут в курсе. Так что в этой части особо внимательно относитесь к сундукам. Лучше три раза проверьте, не мимик ли это. По косвенным признакам можно определить, что это. По каким именно? Ну, к примеру, во второй части, я не помню, в первой вроде бы тоже. У них можно было заметить зубки. То есть у него чуть-чуть были створки приоткрыты. И в этой части там какая-то цепочка. По цепочке можно определить, что она... Блин, если на вас нацелена... Да, что ж такое-то. Ну, трудно говорить и играть. Тем более в таком экшене, можно сказать. Давай, давай, мочи его, мочи, мы болеем. Да, кстати, кто помнит, здесь есть парирование, но у меня парирование настолько плохо выходит, что лучше его не делать. У него еще длинная какая-то, я говорю, секира. Да, алибарда. Алибарда, да. Я все думал, будь здоров, правилка. Я вспоминал, да. Там еще один сейчас. Каржемелик. Каржемелик. Вархомку убили, а Каржемелик лазит. Куда-то он убежал. А он покончил с жизненным убийством. Ну, дай бог. Он расстроился. А то тут такая игра, что в любой момент может сзади материзоваться новый враг и в виде ящика зубами. Да. Персональные неприятности. Да. Дараколу мы по голове. Ну что, еще хочется, кстати, лицезреть босса еще одного оба. Ну, до босса тут, наверное, мы не факт, что доберемся в ближайшее время. В этом храме огня мы выясняем, что в этом храме имеются пять тронов, все-таки пять лордов каких-то. Которые ты должен возродить или там. Да. Что-то как-то их заставить сесть на свой. Что это такое? Ого! Вот и хотел я и получил. Вот он опять приведущий босс. Это прям резидент тывил какой-то. Да, да, да. Вот, кстати, тот же динозавр-зародыш. Или как у головасти, как я сказал. Вот мы сейчас и увидим очередную гибель. Что такое-то, а? Да. А сначала это был босс, а теперь это был уже такой, как сказать, нормальный брат. Итак, ну, наверное, нужно уже заканчивать. Да, это, как говорится, сколько мы мучились, мучились, мучились. Сколько мы мучились, да. От первого костра 20 метров отбежали, сдохли. И так раз 10, и это уже немного осочертело. Ну, ребят, это Dark Souls. Я как-то не ожидал, что этот чувак оживет и начнет нас убивать так активно. Лишний раз хочется сказать, что легко вам не будет. Будет красиво, будет интересно. Очень много инвентаря, очень много возможностей, прокачек. Всего-всего-всего хватит надолго, это явно. Ну да. И заскучать, конечно, эта игра не даст. Это лично наша такая ревизия, да, ой, это рецензия, можно сказать, ревизия. Перепутал, простите. Игра отличная. Супер, да. В стиле, как предыдущих двух частей, так и кое-что взяла она от Bloodborne, да. Не, прям заметно. Особенно после того, как мы в последнее время стали умирать очень быстро и все остальное. Так вот. Слушайте, я убил эту штуку быстрее, чем она сумела. Да ладно, ты и убил, чем она эта, превратилась в монстр, что ли? Да, запомните, что этого монстра нужно убить быстрее, чем он превратится в этого монстра. А он как выглядел-то вообще до преобразования? Обычный чувак. Да ладно. Вот, пожалуйста. Молятся, сидят. Вот, пожалуйста, чтобы не попасть на этого огромного динозавра, как его, головастика, надо просто жить быстрее всех чуваков. К сожалению, мы его не можем надеть почему-то. А, у нас и так уже надето. Ну, короче, не важно. Нашли мы лук, стрелы. Пишут, что лук и стрелы здесь имба и так далее. Ну, что могу сказать. От себя добавлю, что эта игра позиционируется как хардкорная. Ну, я бы назвал ее хардкорной, отталкиваясь от современных игр, которые зачастую Press X to Win, да, делаются по системе этой, для большой аудитории. И все равно эта игра выделяется из массы подобных своей сложностью, что ее нельзя вот так вот взять и пройти нахряпом. Да, если ты попробуешь пробежать ее чуть дальше, никого не убивая, скорее всего, тебя настигнет кара тех, кто за тобой побежит сразу же. И ты не сможешь просто-напросто ничего сделать с этим. Но я считаю, что она не такая уже сложная. Просто нужно быть предельно осторожным, аккуратным. Закрыть дверь. И те, кто хочет сложность, могут, к примеру, сравнить ее с той же Ninja Gaiden, да? Да, Ninja Gaiden. Где тебе не просто не дают право на ошибку, а где, если ты умираешь, то это уже не просто какая-то трагедия. Это все, считаю, уже, это просто великая трагедия. Потому что там ты не респишься возле костра, у тебя там тратятся континуумы, как старых добрых игр. Да, да, да. Я чуть не могу так понять, куда здесь идти, мы где-то здесь застряли. Ну, давай это нашим пользователям оставим. Да, пусть этого уже остается на вашу совесть прохождение этой замечательной игры, третьей части серии. Набивайте, набивайте мозоли, а мы все, что могли сделать. С вашего позволения скажу, что огромное спасибо Володе Берти Смайл, что он помучился сегодня и потратил немного нервов на съемки тест-драйва. С вами был Мэйджик Девайс, Берти Смайл. К сожалению, не было Гохи PSP, он отсутствует по уважительным причинам. Работа, работа, работа. Парень молодой, ничего страшного, мы его любим, обнимаем. Подписывайтесь на наш канал, скоро будет еще много интересного, обзоры. Мы продолжаем. Пока. Всем пока.